После субботних выборов, которые, по идее, должны были покончить с политическим кризисом, Грузия провалилась в кризис еще более глубокий. Этот список с 21 страной, где власть не сменялась минимум 16 лет, теперь гуляет по сети. И перспектива оказаться в нем по соседству с Россией, Белоруссией и Северной Кореей удручает максимально. Но как мы докатились до жизни такой? Меня зовут Хатуна, вы смотрите Сова Блок, с вами «Зависимый голос о Грузии» на русском языке. Мы вещаем из Тбилиси. Не забудьте про лайк и подписку. Вся информация о том, как можно поддержать нашу редакцию, ждет вас в описании. По всем опросам общественного мнения, более 80% населения Грузии хотят в ЕС. Тем не менее, на прошедших 26 октября выборах, которые приравнивались к референдуму, в четвертый раз подряд победила партия, уже открыто называемая в мире прорасистой. В основу этой победы легли два фактора. Поддержка власти в среднем 35% населения и сложная схема фальсификаций. Предлагаю поразмышлять над каждым. 12 лет назад Бедзин Иванишвили привел к власти пеструю коалиционную команду, которая прочила стране такое же коалиционное правительство. Внешнеполитический курс мечты также не подвергался сомнению. Только в будущее, только в ЕС. По обоим пунктам грузин надули. Мечта быстро превратилась в вертикаль власти с одним лидером, который по итогам трех сроков правления, похоже, успешно погружает страну в авторитаризм и разворачивает ее в сторону России. Но первые 8 лет были нормальными. Официальный Тбилиси, завершив начатое предшественниками, подписал соглашение об ассоциации, оформил безвиз с Евросоюзом, параллельно проводя политику нераздражения Москвы и достигая определенных успехов на этом поприще, например, в вопросе снятия эмбарков. Партия долгое время не делала резких движений, удобно устроившись на двух стульях. Но потом ее стало кренить на север, а война в Украине все ускорила. Впрочем, это наш зритель и так знает. В год выборов, несмотря на протесты, грузинская мечта приняла два закона, которые называют маркерами лояльности Кремлю. Закона бы на агентах и анти-ЛГБТ-поправки. При этом партия поставила на консервативную часть общества, буквально забрав нарративы электорату финансируемых Кремлем грузинских организаций. Прогрев населения проводился активно и строился на языке ненависти, страхи и теориях заговора. Вишенкой на торте пропаганды стала глобальная партия войны, которая якобы хочет открыть в Грузии второй фронт и давить с этой целью на правительство США и ЕС. Да, даже такой откровенный бред подействовал на часть общества. И вся фишка в том, что большинство избирателей мечты, вероятно, тоже выступает за евроинтеграцию Грузии. Но здесь партия напоминает о соглашении об ассоциации с ЕС, без виде и заявке на членство. Дескать, разве мы пошли бы на все это, если бы не хотели в Европу? Еще одна хитрость в том, что нападки на Запад косвенные. Якобы козни строят не Вашингтон с Брюсселем, а могущественная международная сила, которая пытается на них повлиять. И именно по причине того, что все это похоже на бред, значительная часть избирателей шла на парламентские выборы 2024 с четким пониманием. Предстоит выбирать между ЕС и Россией. Под занавес третьего срока грузинская мечта, кажется, сдулась. Ни размытые намеки на скорую территориальную целостность, ни страшилки с войной не оказывали того эффекта, на который рассчитывала партия. А потому на выборы власть пришла со сложной схемой фальсификации, которая частично была хорошо опробированной старой, а частично инновационной. Эксперты в области рассказывают, что еще в 2008 году перед МВД Грузии поставили задачу создать такой механизм победы на выборах, где роль ЦИК и избирательных комиссий сводилась бы к минимуму и где ни местные, ни иностранные наблюдатели не смогли бы выявить существенных нарушений. Такой механизм разработан был, и он достался грузинской мечте по наследству от предшественников. Именно благодаря ему ОБСЕ БДИПЧ многие годы говорили о, цитата, в целом свободных и конкурентных выборах. Фишка в том, что исход голосования решается до дня голосования. Власть заранее мобилизует в первую очередь административный ресурс, подключает к работе органы самоуправления, полицию, криминальных авторитетов, подкупает, шантажирует, угрожает, обещает и перетягивает таким образом голоса на свою сторону. Краеугольным камнем фальсификационной схемы в этот раз были махинации с удостоверениями личности, которые партия, например, арендовывала у социально незащищенных лиц, отбирала у оппозиционно настроенных граждан и так далее, и тому подобное. Такой метод давления работает лишь в том случае, если граждане не верят в конфиденциальность голосования. По данным Ассоциации молодых юристов Грузии, на выборах 26 октября тайна голосования была нарушена. Бумага, на которой отпечатали бюллетени, была тонкой. Соответственно, даже перевернув лист, можно было понять, за кого голосовал гражданин. В этом году впервые на выборах использовались маркеры. По словам президента Соломиа Зуребешвили, мечта использовала практически все известные и неизвестные методы фальсификации, вплоть до искусственно создаваемых на участках очередей. Особенно явно это было за рубежом. Например, в Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне люди весь день стояли в очереди, так и не получив возможности зафиксировать свою позицию. В итоге из более чем 100 тысяч зарегистрировавшихся проголосовали лишь 34 тысячи эмигрантов. Сегодня Грузия как будто замерла. Люди устали, вымотались и чего-то ждут. Президенты оппозиции выборы не признали. Грузинская мечта старается не привлекать к себе внимания, и сложно предположить, как разовьются события дальше. Но есть риск, что если в этот раз у Иванишвили выйдет легитимироваться, следующего голосования в стране просто может не быть. А что думаете вы? Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях и поставить лайк под видео, подписаться на САУ. Меня зовут Хатуна. Вы смотрели САУ-блог. Увидимся в следующих выпусках. САУ-блог. Субтитры создавал DimaTorzok